В завершении цикла предновогодних сюжетов об итогах 2018 года мы бы хотели рассказать о том, каких успехов для района и его жителей набилась администрация муниципалитета. Финансовая устойчивость – это тот фундамент, без которого невозможно выстроить процветание района. Поставив такую цель перед собой и своей командой, глава Славянского района Роман Синеговский на протяжении 6 лет работал на то, чтобы бюджет муниципалитета закрыл имеющиеся долги и стал бездефицитным. Благодаря жесткой оптимизации аппарата, задача зарабатывать, увеличивая налоговые и неналоговые поступления в 2018 году, впервые за последнее время в Новый год район идет без долгов. Этому способствовало и интенсивное развитие экономики, рекорды в сельском хозяйстве, стабильность перерабатывающей промышленности и торговля. За последние пять лет объем инвестиций в экономику района составил почти 30 миллиардов рублей. Реализовано 18 крупных проектов, создано более тысячи рабочих мест. Полное взаимодействие с муниципалитетом, конечно, дает свои плоды. Они сегодня являются большими помощниками трем предприятиям Славянского района, в том числе и Славром, был вручен знак качества, то есть сделано купание. Я считаю, что если бы не было именно вот этого информационной поддержки, не было доброй воли со стороны муниципального образования, мы, наверное, так бы просто делали свое дело, и опять же, никто бы нас не узнал. Хорошее подспорье для района – участие в краевых и федеральных программах. Грамотный подход к их реализации позволил в течение года привлечь в район почти 700 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт социальных объектов, ремонт домов, инженерных сетей, благоустройство населенных пунктов. Прекрасно. Вообще Славянск становится все краше и краше. Я очень люблю Славянск. Новые зоны отдыха – это тоже результат серьезной работы, в частности, партнерских отношений с бизнесом. Один из таких примеров – парк в поселке Совхозном, который был построен благодаря содействию сад-гиганта. В 2018 году в муниципалитете строилось шесть крупных социальных объектов. Гордимся тем, что наш садик приобрел такой красивый вид. Мы гордимся, что наши дети теперь будут воспитываться в таких прекрасных условиях. Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принял в этом участие. Капитально отремонтированный детский сад в Коржевском, больница и школьный спортзал в Петровской. Завершается капремонт детской поликлиники. Большой ремонт ведется в отделе ЗАГСа и спортшколе «Юность». Начат капитальный ремонт исторического здания – дома купца Мазепы. Решать серьезные и затратные в финансовом плане вопросы району помогают депутат Госдумы Иван Демченко, депутаты ЗСК Виктор Чернявский и Роберт Паронянц. Визит губернатора в Славянский район позволил решить ряд серьезных вопросов для муниципалитета. Один из самых острых – перевод моста через реку протока в краевое подчинение. Направление, требующее ежегодного внимания – дорожная сеть района. В этом году удалось в полном объеме освоить краевую субсидию в 131 миллион рублей на капитальный ремонт дорог. Во всех поселениях района отремонтировано 23 километра дорог в асфальте. В городе Кубанское прям хорошо ремонтируется, я смотрю, тротуары прокладываются. Правда приятно. Прям в этом году руководство прям хорошо работает на город. Это хорошо, это радует. Улучшает все качества коммунальных услуг. Замена трех водонапорных башен, более 16 километров водопроводных систем, установка блочно-модульной очистки воды в Салатковском. Вот далеко не все положительные коммунальные изменения. В поселке Целином я живу больше 40 лет. Этот поселок удаленный и обделенный питьевой водой. Роман Иванович в это очень трудное время, когда катастрофическая нехватка денег, когда санкции, когда мировой кризис, он сумел решить этот вопрос. И с этого года у нас чистая прозрачная вода в кранах. Большое спасибо Роману Ивановичу от себя лично, от всех жителей. Все это делалось в постоянном взаимодействии администрации с жителями района. Именно их обращения лежат в основе сделанного. За 2018 год в администрацию района поступило около 3000 обращений, 80% из которых лишены. Более 300 вопросов из поступивших были заданы главе района на сходах и встречах с коллективами, которых в уходящем году было проведено 46. Год еще не закончился, а в районе уже составлено много планов на 2019. Строительство и ремонт социально значимых и спортивных объектов. Благоустройство Северного парка. Работы много, и залогом успешной ее реализации являются планомерность, системность, четкость в решениях и командная работа на результат.